Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать адениумы после посева на специальной системе, которая помогает увеличить сами растения, каудекс их, чтобы они были толще. А вот тут растения буквально 3 недели. Если быть точнее, то ровно 3 недели и 1 день. Мы их сели вместе с вами. У меня есть видео на канале, вы можете посмотреть. Я оставлю ссылочку в описании. Был посев 26 октября 2022 года. Сегодня 18 ноября 2022 года. То есть ровно 3 недели и 1 день. Давайте назовем, что ровно 3 недели. И вот такие большие они выглядят. Вот это растение я тоже обрезала. Вы видели в прошлом видео. Оно было без листиков. Умостя с полтора месяца. После обрезки вы видите, как листики начали, боковые побеги, начали выклевываться. И подрастать. Это растение тоже стоит на фитильном поливе. Я его обрезала, пересадила на фитильный полив. И вот оно в данном случае сейчас растет. То есть фитильный полив это идеальное состояние, когда вы можете ускорить рост адениума. Смотрите. Вот так выглядит фитиль. Давайте я покажу, немного совсем покажу, как я села адениум на фитильный полив. Более подробное видео, если вы не помните, вы можете посмотреть у меня на канале. Ссылочка будет в описании. То есть мы сделали систему фитильного полива. Загрузили специальный грунт. И сверху, буквально сверху, мы положили семена. И накрыли все пленочкой. Чтобы у нас там создался парниковый эффект. И на третий день у нас уже все проклянулось. Вы видели это видео, потому что я вам показывала, как они выросли, как подросли немного. Сейчас вы видите, ровно через три недели они выглядят вот такими. Да, они большие. У них три пары листов. Лезет уже четвертая пара. То есть шесть листиков. У некоторых даже больше. Некоторые меньше, некоторые больше. Обычно семена, которые крупнее, они дают больше побеги. То есть они быстрее растут. Маленькие семена, они медленнее растут. Не знаю, с чем эффект связан, но по моему опыту именно так. Если маленькие семена, я обычно, если совсем крошечные, я выбрасываю. Потому что от них никакого толка не будет. Они будут медленно увеличиться. И вообще никакой у них внешний вид. Лучше на них время сразу не тратить. Поэтому я вот сею так. И эффект. Смотрите, насколько хороший. Смотрите, насколько хороший каудекс. Несмотря, что им три недели. Еще главное правило, чтобы они у вас хорошо росли и быстро росли, нужна подсветка на 50 ватт. Это тоже очень существенно. Без подсветки не будет увеличения. И чтобы видео было полным, давайте поговорим с вами о подкормках. Чем я подкармливаю адениумы, пока они маленькие. Вот видите, вот этот небольшой адениум. Мы вместе с вами в сентябре, по-моему, или в октябре его подрезали. То есть мы обрезали макушку. И вот так вот он сейчас оброс. И посмотрите, насколько большой стал у него каудекс. Вот это результат буквально за полтора месяца. Он вот так вот вырос. Большой стал на фитиле. А в принципе, чтобы понять, сколько ему сейчас месяцев, надо посмотреть по видео, которые были уже отсняты. Мы вместе с вами его обрезали. И он вот так вот сейчас распушился. И такой сильно большой каудекс у него стал. То есть эта система, на самом деле, рабочая. Она мной проверена не один год. То есть я уже так год экспериментирую по поводу подкормок, по поводу обрезки. И вот первое удобрение, я его стала использовать недавно. Вы можете использовать биогумус, заменить его биогумусом, если он у вас есть. Либо любыми другими гуматами. Просто я вот приобрела гуми Кузнецова. И он более такой концентрированный. Еще многие советовали взять гуматые в сухом виде, что они более дешевле. Но там надо приноровиться, как правильно их разводить. Мне вот проще всего взять вот концентрированное жидкое удобрение. И уже шприцом отмерять его. Данное удобрение использую 1 мл на 1 л воды. Вы по первости можете взять чуть поменьше. Например, 0,7 мл. Второе удобрение это карбамид. Мочевина. Это азот в чистом виде. Видите, что тут 46% азота. Очень такое тоже концентрированное удобрение. Азотистое. Оно помогает набрать именно зеленую массу. Я заметила, что благодаря именно азоту, большому содержанию азота увеличивается каудекс. То есть он становится пухлее. Данное удобрение, это у меня буйское в гранулах. Оно хорошо растворяется в воде. Буквально в течение 1-2 минут. Я обычно засыпаю. Я беру 1 грамм вот этого удобрения. Засыплю его в воду. И через 2 минуты я его перемешиваю. Оно целиком растворяется. Очень хорошее удобрение. Если у вас его нету, например, его не обязательно покупать, можно использовать аммиак. Или нашатырный спирт, который можно купить в аптеке. Он тоже рабочий. Я его раньше использовала. Просто, например, аммиак, он дороже выходит, чем, например, купить карбамид. Вот карбамид стоил 100 рублей за килограмм. Аммиак обычно в аптеке тоже где-то 100 рублей 50 миллилитров стоит. То есть вот так вот. Не ориентируемся. Или как вам удобнее использовать. Если вы берете аммиак на шатырный спирт, то его надо 2 миллилитра на 1 литр воды. Так, и третье удобрение. Я все эти удобрения чередую. Это бландафол. Ну, не обязательно брать бландафол, да. Потому что он как бы дорогой. Вы можете взять абсолютно любое удобрение с ровной формулой НПК. А у меня тут 20-20-20. Вы можете взять 18-18-18 или 16-16. Главное правило, чтобы это была не азофоска, как многие говорят, зачем переплачивать. Возьмите азофоску. В азофоске ничего нет, кроме азота, фосфора и калия. Это очень плохо. Надо, чтобы были дополнительные элементы. Например, бор, марганец, селен, магний иногда добавляют. Для роста самого растения. Это три основных удобрения. То есть, по маркам я не сориентируюсь. Просто посмотрите, чтобы на удобрение была ровная формула НПК. То есть, ровная формула азота, фосфора и калия. И также дополнительные макро- и микроэлементы, которые тоже нужны для роста активного, чтобы растение набирало также массу и листья не желтели. Также я хочу вас предостеречь о том, чтобы вы не перебарщивали с удобрениями. То есть, не увеличивали дозировку, потому что вы можете получить обратный эффект. Тот же карбамид высокой дозировки, тот же аммиак высокой дозировки может сжечь корни. Плохая корневая у вас растение начнет погибать. Тот же гуми, он тоже бывает концентрированный. И так как метод, которым его добывают, очень такой нещадящий, я бы сказала, при высоких дозировках он тоже может сжечь корни. А если вы перебарщите с удобрением ровной формулы НПК, тоже высокая концентрация удобрения сжигает корни. Плюс высокая концентрация удобрения может негативно сказаться на росте самого растения. Поэтому никогда не превышайте нормы. В принципе, 1 грамма мочевины на литр воды это более чем достаточно. Так же гуми я бы советовала не 1 мл, а все-таки поменьше немного брать. То есть 0,6-0,7 мл. Лучше измерять шприцом с маленьким дозатором, типа инсулиновые такие, на 1 мл. Будет удобнее дозировать. Можно взять в аптеке, и вам будет проще с этим. В плантофол я добавляю 1 либо 1,5 грамма на 1 литр воды. Вот так вот. То есть можно даже до 2 грамм, но с учетом того, что вода очень быстро испаряется, то есть и как это эти удобрения добавлять. Вот смотрите, вы сегодня добавляете воду в петильный полив. Например, гуми Кузнецова добавили. Я иногда добавляю еще туда циркончик или домоцвет для более лучшего эффекта. Залила, и где-то примерно дней через 4-5 у меня удобрений этих нет. Но так как растений много, они очень быстро впитывают эту воду. Плюс там высокая температура стоит на полке, около 30-33 градусов, может даже 35. И вода за счет этого очень быстро испаряется. То есть и растения сами очень быстро его впитывают. Поэтому у меня замена воды происходит где-то на 4-5 день. Я добавляю новых где-то 600-700 миллилитров у меня позволяет емкость для воды на фитиле дать именно вот такое количество. То есть сначала я внесла гуми, потом вода целиком испарилась. Смотрите на то, чтобы у меня было такое, что вода целиком испарилась. Я залила воду, и у меня фитиль уже не работал на второй полив. Обратите на это внимание, и у меня начали... Когда растение долго находится без воды, особенно маленькое, каудекс у них начинает усыхать. Становится как маленькая тонкая палочка. Поэтому не допускайте то, чтобы грунт у вас пересыхал. Не допускайте того, чтобы фитиль у вас засох. И проверяйте, что вы внесли вот новую воду, и фитиль у вас тянет и работает. Лучше всего сверху немного полить, чтобы фитиль начал тянуть воду. То есть вы внесли новую воду, сверху еще немного полили, там 100 мл, например, сверху тоже орошили. И все равно лишняя вода уйдет через фитиль вниз. Но вы будете знать, что ваш фитиль работает. То есть бывает такое, что вот не заметил фитилек, ну не потянул, и растение высохло. Для адениума, если вы засушили адениум на 2-3 дня, это вот катастрофически для него, он начнет худеть. Все, каудекс начнет утончаться, тоньше становиться. Вам этого не надо, поэтому не допускайте вообще засушливый период у него. Просушку вообще не делайте для него. Пока они маленькие, никаких просушек. Вот когда они станут большими, вы можете просушить. Это не критично будет для каудекса. А вот пока они маленькие, их нельзя сушить. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, всегда с вами Елена. Субтитры сделал DimaTorzok